Состоялось заседание Оргкомитета по подготовке празднования 80-летия трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Уже готова предварительная программа, куда войдут самые интересные события. Знать, чтобы помнить, эти страницы истории мало изучены. Информация о героях и событиях того времени была большей частью засекречена. Учитывая уникальность, особая ценность архивных материалов, их надо сохранить в различных форматах. Это и фильмы, это и мультипликационные фильмы даже детьми, участниками различных кружков. Это другие очень различные интерактивные проекты, которые демонстрируют трудовой подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны. И, конечно же, все это очень важно нам с вами не только фиксировать, но и развивать. И в этой связи предлагаю рассмотреть возможность проведения фестиваля, фильмов, которые снимают наше муниципальное образование. Наиболее талантливые работы покажут в эфире национального телевидения Чуваши. Чувашский национальный музей готовит необычную экспозицию. Она займет площадь в 110 квадратных метров и будет передвижной. Так ее смогут увидеть больше жителей. Открытие запланировано на 22 июня. Задача, которую мы ставим, это зрелищно и осязаемо, как глазами, так и руками, рассказать и исполнить такие задачи. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, знакомство с новыми героическими страницами истории Чувашии. На ОРК-комитете обсудили и предстоящее строительство нового мемориала в Козловском районе. Новый взгляд, свежее решение предложили московский архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Крабцов. 380 километров оборонительной линии авторы решили обыграть с помощью 38 стел. Они образуют оригинальную композицию. Кроме того, выйдет дополнительный тираж книги строителям безмолвных рубежей. Это проект управления образования Днистрасы города Чебоксары и Союза женщин Чувашии. В сборник вошли около ста воспоминаний участников строительства. Набирает популярность информационный ресурс с сайта surskirubesh.ru. Особый отклик среди жителей Чувашии получил раздел «Герои». Он на сегодняшний день самый популярный. Его посещают чаще всего. Сюда выкладываются истории об участниках строительства линии обороны и их фотографии. С начала года сайт, по данным Мининформа, посетили более 7,5 тысяч человек. Благодаря активной помощи взрослых и школьников он пополняется каждый день. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.